Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога Духновенной Псалтири «Помяне Господи Царя Давида и всю кротость Его». И сегодня мы будем читать 101-й Псалом. В толковой православной Библии говорится Первый стих представляет общее указание на содержание псалма как молитву праведного, обращенную к Богу в период его бедствий. Под праведником здесь имеется в виду не отдельное лицо и под бедствиями нелишения и жизненной неудачи частного человека, но первый берется для обозначения целого народа, является собирательным лицом, а потому и бедствие его, бедствие и страдания целого народа. Вот так говорится в толковой православной Библии. И посмотрим надписание 101-го Псалма по септуагенте. Значит, авторства отсутствует. Написана молитва бедного, когда он унывает и изливает пред Господом моление свое. Толковая православная Библия настаивает на том, что под бедным мы должны понимать весь народ Божий, когда народ Божий унывает и изливает пред Господом моление свое. В еврейской традиции этот псалом тоже не имеет надписания, кроме вот этих слов молитва бедного, когда он собою облекается, то есть в собственной бедности пребывает и пред Господом изливает свою жалобу. То есть не находя в себе основания для успокоения, он беден, он ищет в Боге то, что не находит в себе. И псалом этот насчитывает 29 стихов, и мы начинаем его чтение со второго стиха и ниже. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к тебе да приедет. Не отвращай лица твоего от меня, когда я скорблю, преклони ко мне ухо твое, когда я призову тебя, скоро услышь меня». Здесь мы видим следующие слова. Молитва, вопль, скорбь. И просьба, чтобы Господь услышал. Что должен услышать Господь? Господь должен услышать нашу молитву. Но этого недостаточно. Господь должен услышать и вопль нашей души. Что мы не просто исполняем некую положенную молитву, а это вопль нашего сердца, нашей души. И мы высказываем в этой молитве вопля некую скорбь. «Я скорблю, преклони ко мне ухо твое, когда я призову тебя, скоро услышь меня». «Когда я призову тебя, скоро услышь меня». Это можно понять, как только я призову тебя, так и услышь меня. «Ибо исчезли от дыма дни мои, и кости мои, как сухое дерево, высохли». Как-то исчезли от дыма дни мои. То есть дни человека – это как пар. Как сказано в Библии, жизнь человека – это как пар, который на малое время является, а потом порыв ветра, ничего не осталось. «Ибо исчезли, как дым дни мои, а кости мои, как сухое дерево, высохли». Действительно, с годами человек чувствует, что начинает все скрипеть в его организме. Но, согласно изъяснению святителя Афанасия, блаженного Феодорита, Максима, исповедника Исихи, Зигабена, здесь, прежде всего, как бы говорится о духовных скорбях человека. Вот не просто скорби, а скорби духовного характера. Не просто боль плоти, а боль собственной души, осознание собственной духовной нищеты и некой такой безысходности. То есть, «Ибо исчезли, как дым, дни мои», то есть, «я напрасно прожил многие дни», а не как дым, они лишены религиозного смысла, эти дни, кости мои, то есть, основания моей жизни, как сухое дерево. То есть, жизнь основана не на стремлении исполнять Божий закон, а человек живет, потому что он живет. То есть, некий такой процесс, ради самого процесса. «Я подсечен, как трава, и сердце мое иссохло, так что я забыл есть хлеб мой от громкого стона моего, плоть моя прилипла костям моим, я уподобился птице пустынной, стал, как ночной ворон на развалине дома. Не спал я и был, как птица, одинокая на кровле». Вот здесь показана некая неуемность души, недовлетворенность, несобранность. Подобное состояние переживают многие. Многие люди. И когда мы переживаем такое состояние, когда нету отдохновения, не просто здесь он жалуется, а бессонница, а о том, что нету отдохновения духовного, он представляется, как птица одинокая на кровле дома. И вот эта «Одинокая птица» это как бы такой фрагмент, связанный с богооставленностью. Один со своими проблемами, большая часть жизни прожита, впереди все неопределенно, в прошлом ничего хорошего нету, одна суета. И вот на кровле как одинокая птица. А при чем тут кровля? Кровля это место, где царь Давид молился. Он ощущает безысходность своей души, ее неуемность, именно когда поднимается на эту кровлю. И мы помним, однажды был печальный опыт у него, когда он поднялся на кровлю дома для молитвы, а там какая-то вода стала хлюпать внизу, он посмотрел там женщину голую, омовение совершала ритуальное в проточной воде, он ее взял к себе и совершил грех. И за этот грех, конечно, он нес бесчестье и наказание. Всякий день поносили меня враги мои, и хвалящие меня мною клялись что это значит. То есть они переменили отношение к нему. То есть они лицемерно и притворно выглядели как бы благожелателями Давида, а с другой стороны они клялись им. Клялись им. Хотя это могут быть вещи одного порядка. Всякий день поносили меня враги мои, то есть поносили между собою, и хвалящие меня мною клялись, то есть они как бы хвалились мною в моем присутствии и клялись мною. И знаете что интересно? В понимании древних евреев человек клянется тем, что ему дорого. И они могли клясться клянусь душою царя. А на самом деле они ни во что ставили жизнь царя. Они презирали его за этот блуд когда с кровли собственного дома он увидел чужую наготу, взял чужую жену, погубил мужа. Поэтому здесь достаточно сложно сказать клялись и проклинали или клялись подчеркивая его значимость. Например, что интересно, Иосиф прекрасный он все время дает какие-то клятвы, клянется жизнью фараона. А причем в таких ситуациях, когда на грани неправды. Ну, что для него жизнь фараона? Кто такой фараон? Он же не жизнью отца клялся. Давайте посмотрим, как этот стих звучит с еврейского. «Я усердствовал, то есть стремился что-то сделать, но был, как птица одинокая, на крыше, всякий день меня ругают мои враги, мои насмешники, бешеные мною клянутся». Ну, здесь можно сказать более конкретно предлагаю посмотреть еще и церковнославянский. «Весь день по нашаху ми врази мои, и хвалящее мя мною, и клянахуся». То есть достаточно сложная композиция, чтобы однозначно дать истолкование, поэтому можно так понять текст и немножко иначе. В этом богатство традиции, когда мы видим разные истолкования. «Ибо я ел пепел, как хлеб, и питье мое растворял слезами», то есть когда он совершал покаяние, после греха с Батшевой, с Ферсавей, после убийства Урии, «от гнева твоего и ярости твоей», то есть он напуган был содеянным грехом, «ибо ты поднявши низверг меня», там, ребенок умер, мы знаем, «дни мои как тень уклонились, и я как сено высох». Действительно, он очень постился, особенно, когда ребенок оказался при смерти, рожденный от этой Батшевы, от Версави. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в рот и рот», то есть тут он как бы говорит, мои проблемы уйдут, но ты, Божий, вовеки пребываешь, и время как бы все лечит, может быть, и это он имеет в виду, и в глазах твоего величия, твоей бесконечности, что такое короткий фрагмент моей жизни и вот этих сложностей моих. Но величие христианского Бога и заключается в том, что управляя бесконечно огромными величинами, Господь вникает в наши личные нравственные моральные проблемы, помогает нам исправлять какие-то огрехи. «Ты восставший умилосердишься над Сионом, то есть над домом моим». Сион – это его дом. «Ибо время явить ему, то есть дому моему, милосердие, ибо наступило время для сего». А какое же время наступило? Он уже иссох, он уже устал, как одинокая птица, как дятел одинокий на крыше, он не уверен молитвы его, как трескотня клюва дятла, или Господь все-таки слышит его моление. То есть время наступило, время приспело, ведь время это что-то скользающее, это дым. «Ибо рабы твои возлюбили и камни его, то есть Сиона, и о прахе его жалеют, то есть о доме моем, имеется в виду о моем состоянии». если царь в такой беде оказался, ему надо протянуть руку помощи. Любой человек, дом которого, жизнь которого разрушается от язвы того или иного греха, он заслуживает, чтобы ему протянули руку помощи. «И убоятся народы имени Господня и все цари земные славы твоей». То есть враги Давида, они могли пользоваться его проблемами, какими-то замешательствами, личными, психологическими, чтобы нападать на него. Я имею в виду не только внутренние враги, но и внешние. «Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей». Сион это все-таки не просто дом, это крепость. Это крепость, которая защищает весь Иерусалим. «Презрел он на молитву смиренных и не отверг моление их, да будет написано о сём, роду последующему и будущему народ восхвалит Господа». С одной стороны, казалось бы, здесь проблема Давида. его личная беда. Но тут и проблема всего народа в его взаимоотношении с Богом и те кривизны, которые они имели. «Да будет написано о сём, роду последующему, и будущий народ восхвалит Господа». Пусть люди знают о твердыне Сиона, «Ибо Господь приник со своей святой высоты». То есть приник, то есть приблизился. «Господь с неба на землю призрел». То есть молитва услышана. «Чтобы услышать стоны узников». Теперь здесь уже не личные проблемы Давида, а проблемы целого народа. «Чтобы услышать стоны узников, развязать сынов умершвлённых». Здесь речь идёт о том, чтобы Господь, который освободил их из египетского рабства, когда они были узниками, развязал бы и нравственно умершвлённых, тех, которые были сокрушены собственными грехами, и как бы живыми сошли уже в преисподнюю, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу ему в Иерусалиме». Сион – это крепость Иерусалима. Это и есть дом Давида. Это крепость башня, в которую убегает праведник. Как и сказано, имя Божие крепкая башня и правильно делает праведник. когда убегает в неё. Поэтому Давид со своими проблемами не хочет, как птица одинокая торчать на крыше собственного дома. Он хочет, чтобы Господь приник к его беде. Потому что величие Бога именно в этом и заключается, что, управляя бесконечно огромными величинами, он вникает в наши личные, нравственные и моральные проблемы. Его интересуют наши взаимоотношения с соседями, с друзьями по работе, даже отношения лифтера в нашем доме к нам, оно тоже беспокоит Господа. Почему-то мы не здороваемся, проходя рядом с этим человеком, и Господь видит раздражение в его сердце. «Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу ему в Иерусалиме». Иерусалим это прежде всего жизнь каждого из нас. Это душа каждого из нас. Вход Господень в Иерусалим именно так истолковывается с святыми отцами. Христос входит в твою жизнь. А готов ли ты его принять? Или может быть сейчас ты радуешься, что Христос входит в твою жизнь, а через несколько дней ты своими грехами будешь кричать «Распни, распни его». Христос входит в нашу жизнь евхаристически, телом и кровью. Это более реально, чем вхождение в Иерусалим, сидя на ослике. Но Иерусалим твоей моей души, может быть, это уже разрушенный город. Все зависит от того, сохраняется ли Сион, вот эта башня, твердыня, дом Давида, крепость Давида. «Когда соберутся вместе народы и цари служить Господу», то есть, когда прекратятся брани, говорил он ему, когда был в полной силе своей, сокращение дней моих, поведай мне. упоминаемый в первой части Псалма, скорбящий и унывающий, нищий, сострадательный народу еврейскому, то есть, он говорил ему, то есть, Богу, когда был в полноте силы своей, а часто нет этой полноты, сокращение дней моих, поведай мне. То есть, Господи, расскажи мне, может быть, я тоже как дятел буду сидеть на крыше дома, в старости своей, никому не нужной. Расскажи мне сокращение дней моих, поведай мне, может быть, завтра я останусь без работы, без служения, никому не нужной, буду скитальцем, брошенной детьми. То есть, здесь, как бы, из состояния достатка человек вопрошал Бога об этих днях, сокращение дней моих, поведай мне, с одной стороны, по Зигабену, сколько осталось мне жить, сокращение дней, также и сокращение радости духовной, умоления всего происходящего. Некоторые люди с восторгом вспоминают, как они причащались, исповедовались, молодости, а потом, когда это превратилось во что-то такое машинальное уже, один мужчина подошел ко мне и говорит, я не могу понять, то ли церковь потеряла благодать, то ли я потерял благодать, может быть, мы все в каком-то таком надломе. Такой вопрос мне задал, я спросил, а почему вы так спрашиваете? он говорит, ну вот лет десять назад, там, пятнадцать лет назад, каждое причастие, это восторг, это ликование чувств, а сейчас я не понимаю, что со мной происходит, какая-то пустота, я не чувствую благодати, с чем это связано? Может быть, мы как народ уже не угодны Богу, или, может быть, это мои личные проблемы, а все остальные счастливые и веселые. Давид ставит нас перед такими вопросами. Не похить меня в половине дней моих. Что значит не похить меня в половине дней моих, когда я еще не совершил всего служения своего, когда я еще не положил начатка в покаяние, не забирай меня, Господи, раньше времени, дай мне доделать пути мои, пройти их до конца, усовершенствоваться, оставить прежнюю греховную жизнь. Старость – это блаженное время, когда страсти утихают, но и в старости грех может проявиться и нанести нам предательский удар в спину. Не похить меня в половине дней моих. Вроде родов лета твои, то есть каждому поколению ты даешь некую полноту. Не похить меня в половине дней моих. Вначале ты, Господи, землю основал. Действительно, Библия начинается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю и дела рук твоих небеса. Они погибнут». Все, что имеет начало, имеет конец. Ты же пребудешь и все, как одежда, обветшают и как одежду совьешь их и изменится. Действительно, вещи ветшают от употребления и солнце погаснет, и луна рассыпется, рухнув на землю, и земля воспламенится. Об этом говорится в Библии. Апостол Петр пишет «Земля и все дела на ней сгорят». Только Бог вечен и человеческая бессмертная душа. Они погибнут, земля и небо. Ты же пребудешь, и все как одежда обветшают и как одежду совьешь их и изменятся. А ты, Господи, тот же или та твои не кончаются. Действительно, Бог бесконечно превознесен над всем творением. И вот эти слова «А ты тот же или та твои не кончаются». Апостол Павел прилагает к Иисусу Христу и его вечности. Это послание к евреям, первая глава, 10-12 стих. То есть Христос вечен. И в той мере, в какой мы со Христом, вечная будущность ожидает нас. «Сыны рабов твоих поселяться, имеется в виду поселяться в земле праведных, сыны рабов твоих». То есть рабы Божии это святые, а мы их сыны, сыны святых, которые могут войти в обители рая, если мы хотя бы немножко подражаем святым. «Сыны рабов твоих поселяться и потомство их вовеки утвердиться, имеется в виду на земле утвердиться, по-славянски исправиться, будет жить богоугодно и мощно». Это по Афанасию великому Феодориту не просто пресмыкаться, как там дятел на крыше, а богоугодно и мощно. Как здесь не вспомнить слова Христа? «Я создам церковь мою, и врата не одолеют ее». Небо пройдет, земля пройдет, а церковь Божия, имея начало во Христе, она существует вечно, непрерывно, неразрушимо от адских врат, от Дня Святой Пятидесятницы и Бесконечности. Это и есть Сион наш, крепость Давидова, догматы нашей веры, наша Святая Церковь, которая присматривает с душой каждого из нас, освящая весь Иерусалим в жизни нашей. Редактор субтитров